Закономерен ли счет на табло? Ну, я думаю, что нет. Скорее всего, ничейная игра. Поделитесь эмоциями. Что получилось, что нет? Эмоции опустошения, конечно, когда пропускаешь на 93-й минуте. Получилось забить. Рады очень тому, что забили. Но, к сожалению, опять на последних минутах пропустили. Что свойственно, к сожалению, молодым футболистам пока в нашей команде. Шесть очков по результатам первой части чемпионата. Это маловато? Не надо смотреть на очки, надо смотреть на игру. Надо смотреть на прогресс футболистов. Если честно, мы могли бы больше очков набрать, если бы играли по-другому, если бы играли от обороны. Но набрали бы мы больше очков на 3-4, ничьих этих было бы. Но нам важнее и ценнее эти победы, которые мы добыли здесь. И дух победителя нужно воспитывать в футболистах. Еще вопрос от журналистов. Чей прогресс по итогам первого круга стоит выделить в первую очередь? Нужно выделить прогресс всей команды. По сравнению с первыми играми мы ведем анализ как игровой деятельности, как и функциональной готовности футболистов. Все подтянули этот результат, выглядят на уровне остальных команд. Поэтому не хотелось бы кого-то выделять. У всех есть поступательное движение вперед. Как оцените поддержку от главной команды? Поддержка от главной команды не главная. В том плане, что мы должны надеяться сами на себя. Но если спускают нам игроков, это в целях главной команды. Мы работаем все вместе в одном клубе. Поэтому для молодых футболистов, естественно, это пример. И когда они играют в полную силу, с полной самоотдачей, это идет в плюс и им, и также для поддержания формы этих футболистов. На что в потенциале по итогам всего сезона может рассчитывать этот состав? Потенциал прежде всего улучшить свое технико-тактическое мастерство, подтянуть функциональную подготовку. А результаты, еще раз мы повторимся, что это не главное. Самое главное, чтобы футболисты прогрессировали и проявляли себя. И в дальнейшем, конечно, хотелось бы их видеть в главной нашей команде. Что уже известно о зимней подготовке команды ко второму кругу? У нас сейчас продолжается подготовка. У нас как таковой периодизации нет. Мы сейчас продолжаем готовиться. Несколько скорректируем тренировочный процесс до 1 декабря. Но у нас много есть над чем работать. В частности, и тактическая подготовка, и техническая, и скоростно-силовая подготовка. Если, дай бог, с пандемией ситуация наладится, я надеюсь, что будет все в плановом режиме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok